В Кириаконе, куда я ходил на бдение и службы, я узнал святых людей. Послушайте, я расскажу вам об одном неизвестном святом. Над нашей каливой, очень высоко, жил один русский, старец Димас. Жил он один в какой-то первобытной каливе. Он был весьма благочестив. Старец Димас был практически неизвестен никому на протяжении всей своей жизни. Никто не говорил ни о его имени, ни о его дарах. Представляете, уехать из России, оставить все, чтобы приехать на край света. Кто знает, сколько дней добирался он в Кавсакаливию. Провел там всю свою жизнь и умер в безвестности. Он не был каким-то там эгоистом. Нет-нет, он был подвижником. Да и не было кого-либо рядом с ним, кому он мог бы сказать, сегодня я сделал пятьсот поклонов, почувствовал то-то. Это был тайный подвижник. Да-да, это было совершенным. Совершенным и бескорыстным. Бескорыстие, служение, святость, один на один с ним. Никакого человека угодия. Раб перед владыкой, больше ничего другого. Ни игумен, ни браво тебе, ни вопросов, почему это так. Я видел живого святого. Да, неизвестного святого. Его бедного презирали. Кто знает, когда он умер. Через сколько дней, а то и месяцев, если была зима, узнали об этом. Куда там человеку подняться к нему наверх, к его каливе, выложенной из камней? Никто его и не видел. Часто таких пустынников находили через месяц-два после их успения. При изобилии благодати перешло и ко мне смиренному, когда я увидел его, старца Димаса, в Кириаконе, делавшем поклоны и рыдавшем при молитве. При поклонах его посетила такая благодать, что она излучилась и на меня. Тогда излилось на меня богатство благодати. То есть она была и прежде по любви, которую я питал к своему старцу. Но тогда и я почувствовал благодать очень сильно. Я расскажу вам, как это случилось. Однажды рано утром, около половины четвертого, я пришел в соборный храм Святой Троицы на службу. Было еще рано. В билы еще не били, в церкви никого не было. Я сел в притворе под лестницей, меня не было видно, я молился. Вдруг открывается дверь церкви и входит высокий пожилой монах. Это был старец Димас. Войдя, он посмотрел направо, налево и не увидел никого. Тогда, держа в руках большие четки, он начал класть земные поклоны, много и быстро, и все время говорил «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Пресвятая Богородица, спаси нас!» Вскоре он пришел в выступление. Я не могу, не нахожу слов, чтобы описать вам его поведение пред Богом. Это движение любви, благоговения, движение божественной любви и всецелого посвящения себя. Я видел, как он стоит, как, стоя прямо, простирает свои руки в виде креста, как делал Моисей на море и стенал. Что это было? Он был в благодати. Сиял во свете, вот что это было. Он тут же передал мне молитву. Я сразу вошел в его состояние. Он меня не видел, послушайте меня. Я пришел в умиление и начал плакать. И ко мне, смиренному и недостойному, пришла благодать Божия. Как объяснить вам это? Он передал мне благодать. То есть благодать, которая была у этого святого, засияла и в моей душе. Он передал мне свои духовные дары. Итак, старец Димас пребывал в выступлении. Он сделал это помимо своего желания. Он не мог скрыть своего духовного опыта. Хотя то, что я вам говорю, не совсем правильно. Не могу вам этого передать словами. Это был божественный плен. Это необъяснимо. Это совершенно не подлежит объяснению. И если ты попытаешься это объяснить, то скажешь не то. Нет, такое не объяснить, не найти в книгах, не понять. Чтобы постичь, нужно быть достойным этого. В четыре часа ударили колокола. Старец Димас услышал их звон, сделал еще несколько поклонов и прекратил молиться. Он присел на каменную скамейку. Думаю, что она была сделана еще до построения храма. Приходит Макарудас. Так мы ласково называли отца Макария. Он был шустрым и сладкоречивым. Он был ангелочком. Как здорово он зажигал лампады. Как здорово он зажигал паникадила. А как красиво он гасил свечу за свечой. Как красиво он клал поклоны. Он просил прощения справа и слева, чтобы взять книги и канонарить. О, как я его любил. И он был достоин любви, потому что имел благодать Божию. Итак, Макарий Макарудас вошел в главный храм. За ним открыл дверь старец Димас и тоже вошел внутрь. Он встал в стасидию, чтобы перед службой привести себя в порядок, полагая, что его никто не видел. А я спрятался в тени лестницы и незаметно робко зашел в главный храм. Я пошел и приложился к иконе Святой Троицы. Потом повернулся и стал поодаль. При возгласе со страхом Божиим много отцов причастилось. Я тоже положил поклон и причастился. И в тот момент, как я причастился, ко мне пришла чрезвычайная радость, необыкновенное воодушевление. После службы я уединился в лесу, исполненной радости и веселья. Безумие. Я в уме произносил слова благодарственных молитв, направляясь к Оливе. Я с воодушевлением бегал по лесу, скакал от радости, в выступлении раскрывая руки и громко кричал «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» Да, руки мои застыли, стали как кость, как дерево, и раскрытое образовали вместе с телом крест. То есть, если бы вы посмотрели на меня сзади, то увидели бы крест. Голова была поднята к небу, грудь с помощью рук стремилась ввысь, место, где находилось сердце, порывалось вылететь. То, о чем я вам и рассказываю, я и вправду пережил. Сколько времени я оставался в таком состоянии? Не знаю. Когда пришел в себя, опустил руки и в молчании, со слезами на глазах, пошел дальше. Пришел к келье, не стал завтракать, как обычно, и говорить не мог. Пришел в церковь, но петь по своей привычке умилительные тропари не стал. Сел в стасидии и стал молиться «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Я продолжал пребывать в том же состоянии, но более спокойно. Меня переполняло умиление, я разразился слезами. Они сами по себе без всякого принуждения катились из моих глаз. Я этого не хотел, но меня переполняло волнение от посещения Божия. Слезы не прекращались до вечера. Я не мог ни петь, ни думать, ни разговаривать. И если бы кто-нибудь был там, я бы не стал разговаривать, ушел бы, чтобы быть одному. С уверенностью можно сказать. Старец Димас передал мне дар молитвы и прозорливости в тот час, когда молился в притворе соборного храма Кавсакалевии во имя Святой Троицы. О том, что произошло со мной, я никогда не помышлял, никогда не желал, никогда не ожидал. Старцы никогда не говорили со мной о таких дарах. Такой у них был обычай. Они учили меня не словами, а своим примером. Читая жития святых и преподобных, я видел дары, данные им Богом. Отцы не вымогали, не просили дарований, не стремились к знамениям. Поверьте мне, я никогда не просил у Бога даров, никогда о том не думал. И то, о чем я никогда не думал, появилось внезапно. А я тому никогда не придавал значения. Вечером того же дня я вышел из церкви, сел на лавку и стал смотреть в сторону моря. Приближался тот час, когда старцы обычно возвращались домой. Я смотрел в ту сторону, откуда они приходили, в ожидании, что они вот-вот появятся, и увидел их. Увидел, как они спускаются по мраморным ступенькам. Но место это было далеко, я не должен был его видеть. Увидел я их по благодати Божией. Я воодушевился. Такое случилось со мной впервые. Я срываюсь с места, бегу к ним и встречаю, беру у них котомки. — Откуда ты узнал, что мы идем? — спрашивает старец. Я не ответил. Но когда мы пришли к Келии, я подхожу к старшему старцу, отцу Пантелеимону, и втайне от отца Иоанникия говорю ему. — Отче, не знаю, как тебе объяснить. Хотя вы были за горой, но я видел, как вы шли нагруженные и побежал. Гора была, как стекло, и я видел, что за ней. — Хорошо, хорошо, — говорит старец, — не придавай этому значения и не рассказывай никому, потому что лукавый ходит по пятам. Дара прозорливости я никогда не желал. И когда получил его, не старался его развивать. Я не придавал ему значения. Я никогда не просил и не прошу у Бога открыть мне что-нибудь, потому что полагаю, что это противно его воле. Но после события со старцем Димасом я совершенно изменился. Жизнь моя стала сплошной радостью и ликованием. Я жил среди звезд, в бесконечности, на небе. А раньше был не таким. После того, как я ощутил благодать Божию, все дары приумножились. Я стал смышленым, выучил каноны Пресвятой Троицы, каноны Иисусу, другие каноны. Если их пели и читали в церкви, то я заучивал их наизусть. Псалтир читал наизусть. На определенные псалмы, слова которых похожи, я обращал внимание, чтобы не путать их. Я действительно изменился. Много видел, ни о чем не говорил. Потому что не имел права говорить. Не имел такого извещения. Все видел, на все обращал внимание, все знал. От радости не ходил по земле. Тогда открылось у меня обоняние, и я стал различать все запахи. Открылось зрение, открылся слух. Я стал издали все узнавать, распознавать животных и птиц. По пению я знал, что это за птица. Дрозд ли воробей, зяблик или соловей, скворец или клест. Всех птиц я различал по пению. В конце ночи, на рассвете, я радовался трелям соловьев, дроздов, всех, всех птиц. Я стал иным, другим, обновленным. Все, что видел, переводил в молитву. Все обращал на себя. Почему птичка поет и славит создателя? Так хотел делать и я. То же самое и с цветами. Цветы я различал по их аромату, а их благоухание слышал на расстоянии получаса ходьбы. Различал траву, деревья, воды, скалы. Да, я разговаривал даже со скалами. Как я смотрел на них? Я спрашивал их, и они рассказывали мне все тайны Кавсакалевии. Это глубоко затрагивало меня, и я приходил в умиление. Все я видел через призму благодати Божией. Видел, но не говорил. Часто ходил в лес. Мне очень нравилось ходить меж камнями по высокой траве между маленькими и большими деревьями. Однажды утром я один пошел в девственный лес. Все было в утренней рассе, а сверкало на солнце. Я оказался в ущелье, перешел на другую сторону и сел на скале. Неподалеку ручей тихо нес свои холодные воды, а я творил молитву. Стояла полная тишина, не было слышно ни шороха. Скоро в тишине я услышал сладкий, упоительный голос, прославляющий, воспевающий Творца. Я посмотрел вокруг, однако ничего не увидел. Наконец, напротив себя на одной из веток различил птичку. Это был соловей. Я слушал, как соловечек заливается, как разрывается от пения. Он так заливался, что от пения раздувалась его гортань. Эта малюсенькая пташка отводила назад свои крылья, чтобы иметь силы издавать такие сладчайшие звуки, петь таким прекрасным голосом, так надувать свою гортань. Была бы у меня чашечка с водою, чтобы он прилетел и утолил свою жажду. У меня потекли слезы. Те же самые слезы благодати, которые катились сами собой и какие я стяжал от старца Димаса. Это был второй мой подобный опыт. Я не могу передать вам то, что чувствовал тогда, но я открыл вам тайну. Думал тогда, почему такой маленький соловейчик выдает такие трели? Почему так заливается? Почему поет такую прекрасную песню? Почему? 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 Почему он так надрывается? Почему? Ради чего? Может быть, ожидая чьей-то похвалы? Конечно, нет. Там никто его не похвалит. Сидел и философствовал. Это пришло ко мне после старца Димаса. Раньше я не философствовал. Чего мне только не рассказал этот соловей. И чего я ему только не наговорил в тишине. Соловейчик мой, кто тебе сказал, что я буду проходить здесь. Здесь нет никого поблизости. Это место такое недоступное. Как здорово и без перерыва ты исполняешь свой долг, свою молитву к Богу. Сколько всего ты мне рассказал, соловей мой, сколько ему научил. Боже мой, я прихожу в умиление. Соловейчик мой, своим пением ты показываешь мне, как нужно славить Бога. Ты рассказываешь мне о многом. Очень о многом. Сейчас здоровье не позволяет мне описать это так, как я это чувствую. Можно было бы написать целую повесть. Я очень полюбил этого соловья. Я полюбил его, и он меня вдохновил. Я подумал, почему он, а не я? Почему он скрывается, а я нет? И мне пришла мысль, что нужно удалиться, пропасть. Как бы перестать существовать? Я сказал, зачем? Разве люди слышат его? Разве он знал, что я буду здесь и услышу? Кто слышал, как он надрывался? Почему он прилетел в такие удаленные места? А те соловьи в зарослях кустарника, в овраге, которые поют днем и ночью, утром и вечером, кто слышит, как они разрываются? Почему они это делают? Почему они прилетели в такие удаленные места? Зачем надрывали свои связки? Цель — служба, пение своему Творцу, служение Богу. Я так объяснил это. Всех птиц я видел ангелами Божьими, славящими Бога, Творца всяческих, которых не слышал никто. Да, они прятались, чтобы их никто не слышал, поверьте мне. Их не интересовало, слышали ли их, но они стремились к уединению, к тишине, в пустыню. Кто их услышит в тишине? Только Творец всяческих, Создатель всего. Тот, кто даровал им жизнь и дыхание, и голос. Вы спросите, разве у них есть ум? Что на это сказать? Не знаю. Делали они это сознательно или нет, не знаю. Потому что это птички. Сегодня они живы, а завтра их нет, как говорит Священное Писание. Мы не должны мыслить иначе, чем говорит Священное Писание. Бог может нам показать, что все они — ангелы Божии. Мы этого не знаем. Они всегда скрывались, чтобы никто не слышал их словословие. Так и у монахов. Жизнь на Святой Горе проходит в безвестности. Живешь со старцем, любишь его. Поклоны, подвиги — все бывает, но ты их не помнишь, и о тебе никто не говорит. Кто это такой? Живешь Христом. Ты Христов. Живешь внутри всего, живешь Богом, в котором все живет и движется, в котором и через которого. И хотя в молитве жертвуешь собою ради своих ближних, пребываешь неизвестным для всех людей, которые, скорее всего, о тебе так никогда и не узнают. Ум мой был занят лишь тем, чтобы удалиться. Я хотел попросить у старцев благословения, взять котомку с сухарями и скрыться, чтобы непрестанно воспевать и славить Бога. Но я думал, куда мне идти? Я и рукоделию толком не научился. Меня ему еще не обучили. Может быть, боялись, что я уйду. Этот страх был на Святой Горе. Не учили послушника рукоделию до конца, чтобы он не ушел. В то время для монаха рукоделие было как воздух, потому что с его помощью он мог заработать себе на сухари. Итак, в уме у меня укрепилась мысль уйти в пустыню, чтобы жить один на один с Богом. Бескорыстно, без гордости, без эгоизма, без тщеславия, без, без, без. Верите? От этого у меня родилось бескорыстие. Крайнего совершенства достигали те редкие аскеты, которые скрывались в пустыне. Они не стремились ни к людской славе, ни к чему. Они обливались слезами к Богу и молились за церковь. Все они труждались прежде всего ради мира и церкви, а потом уже ради себя. У меня в голове засел этот соловей, его цель жизни. Для чего он надрывается в пустыне? Это служба, песнопение, словословие Богу, Творцу. И почему же мне не пойти в пустыню, чтобы служить Богу в безмолвии, скрывшись от мира и общества? Разве может быть что-либо совершение этого? Все эти мысли возникли у меня благодаря соловью. О, какие я строил планы! Как я бы пошел в пустыню, пребывал в радости и умер. Как я ел бы траву, делал то, сё. Я бы оборвавшим и неизвестным приходил в какой-нибудь монастырь, чтобы мне дали сухарей. Я бы их ел и не говорил, откуда я и кто я. Я составил целый план. Это было моей тайной. Я вернулся на келью весь в этих чувствах и мечтах. Рассказал это старцу. Он улыбнулся. Прелесть, говорит мне. Выбрось это все из головы. Даже не думай об этом, потому что эти вещи станут препятствовать твоей молитве. Я говорил вам уже много раз, что у меня было великое благо. Все, что я исповедовал старцу, прекращалось в ту же минуту, и внутри себя я чувствовал великую радость. Это было, наверное, по молитвам старца. Так я послушником и жил в земном раю Святой Горы. Никогда я не желал уехать оттуда. Но планы Божии были иные.